В республике на завершающей стадии муниципальные этапы всероссийского конкурса «Учитель года». Большинство районов уже подвели итоги состязаний и объявили своих победителей, которые продолжат борьбу за звание лучшего на республиканском уровне. На днях педагогические баталии проходили в НСЕ и Сосногорске. Конкурсанты провели уроки, классные часы, мастер-классы, познакомились с опытом коллег и поделились своими наработками. Подробнее о них Елена Кононова. Как возникли бытовые швейные машинки и как они устроены? Урок технологии ведет конкурсант из Воевожа, Ксения Буздалина. Азы партняжного дела в школе преподает 4 года. Девочки, в первую очередь, они научатся, конечно, шить. Без этого никуда. И первые навыки, первоначальные навыки, они, конечно, приобретут. Ее коллега Алексей Красных – царь и бог в спортзале. Участник конкурса преподает физкультуру в кадетской школе. На суд жюри педагог приготовил урок совершенствования. Передача мяча в баскетболе и отработка координации движения. Учитель уверен, чтобы дети не только слушали, но и слышали. Работать с ними нужно постоянно. Конкурс для него – это возможность себя показать и на других посмотреть. Ну, это довольно интересный конкурс. Учителя передают свой опыт, поделиться, может быть, своим опытом. И самое главное – посмотреть на другой опыт и взять себя в работу. Это, наверное, самое главное. Имя победителя муниципального этапа «Учителя года» в Сосногорске будет известно во второй декаде марта. О винте итоги конкурса уже подвели. Здесь в течение двух недель за звание лучшего боролись семь педагогов. В финал попали только четверо. Среди них и учитель биологии, лицея номер один Виктория Кибеткина. Педагог с 10-летним стажем. Имеет высшую квалификационную категорию. В ее копилке немало наград и благодарностей. Виктория Владимировна уверенно прошла все этапы и набрала большое количество баллов во втором туре. Самым интересным, конечно же, был урок. Потому как с детьми интереснее всего работать. Это новые эмоции, новые ощущения. Конечно же, незабываемые впечатления от всего конкурса. Внеклассное мероприятие показывала на тех же самых детях. Было очень интересно наблюдать, как дети решают те или иные задачи. Ну и, конечно же, анализируешь саму себя. Открытые уроки, классные часы, мастер-классы на всех этапах конкурсанты заставляли удивляться членам жюри своей уверенностью и профессионализмом. У каждого участника свои авторские находки и наработки. Поэтому судьям было нелегко вынести свой вердикт. Технологии, которые были представлены и используются учителя во время проведения уроков и работы с детьми, они были разными. Но каждый из них имел право на свою реализацию. И каждый из них дает определенный результат. Потому что сам по себе ни технология, ни метод, ни способ они не дают сами по себе ничего, если они не находятся в руках опытного педагога или того человека, который их использует. И вот она, лучшая своей профессии. Анна Косолапова, учитель иностранных языков. Вроде бы еще совсем недавно сама училась во французской гимназии. И вот уже преподает для юных интинцев. Окончив пединститут, молодой педагог вернулась в родной город. Ежегодно ее выпускники показывают высокие результаты ЕГЭ по французскому языку, становятся победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Я очень люблю учиться, очень люблю учиться, узнавать что-то новое, пробовать свои практики педагогические, что-то новое. И поэтому для меня этот конкурс был как возможность чему-то научиться, что-то показать, кого-то научить чему-то новому и обобщить весь свой опыт, который я использую в своей педагогической практике. Впереди Анну Косолапову ждут следующие испытания, более сложные. На региональном этапе Учителя года, который проходит традиционно в апреле, интинский педагог будет снова бороться за звание лучшего, но уже с победителями других муниципалитетов. Елена Кононова, Татьяна Манова, Евгений Михалкович, Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Телеканал Юрган.